Чувствующий футбол нашли цели отверстие России в первых в 2020 году. Команда Ладошко Санэбланова. Вежу команды. Цена Ладошко Санэбланова. Заней Тванты в европе. Представляет команду Заней Тванты в право вверху. Номер пять. Я бы не видел. Умершевших кольцов в Европе. На 16 Майков Нитрик На 20 Ильдове Костиченко Анатол На 27 Шмонов Гейл На 28 Ток Италия На 33 Кирожков Нитрик На 32 Бочков Сел На 33 Перестов Никита На 35 Кабриево Испасов На 39 Соколов Малисеев На 44 Елизарова Вячеслава На 72 Получерков Севол На 33 Малисеев Максим На 96 Кирогов Ахиманов Володые команды Гасанов Илья Стопин На 33 Малисеев Малисеев Представляем командов Церковь Малисеев 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 На 10 Малисеев 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 М 33, Болин Нимы 34, Толка Александровна Шенгей, Кейсаков и Египет Селесет, Черезуна Мирослава 18, Рабоносов и Мирослав 18, Классов и Нечу Секей 2-3 команды, Кольцов, Кузов Александров 3-3 команды, Крабоносов и Мачкан, Миксель Семене Матч суден Судья Федерации Горького России Скорщук и Консуар Судья с Российской категории Комешников Андреев, Крабоносов Технический директор Судья с Российской категории Безутин Юрий Владимирович Уважаемые зрители, которые участвуют в соревнованиях Исполняется Консурсный гимн РФ Прошу всех встать Прошу всех встать Прошу всех встать Прошу всех встать Прошу тех встать Прошу всех встать уху-ху кис Governor Доброе утро, дорогие друзья! Итак, мы начинаем прямую трансляцию, матч уже 16-й тур, я считаю туры, естественно, как один тур, две игры, мы играем уже 16-й. ЦРГ «Динамо Биотех», дублеры «Каустика» принимают на своей площадке в первом. Сегодня поединки, завтра, естественно, будет второй. Коллектив «Зенит-2» из города Санкт-Петербург, северные столицы, команда крепкая, мощная, сложная, но играть можно со всеми, мы уже об этом говорили не раз, не два и не три. И скажем еще раз, наши ребята, конечно же, такой насыщенный график на этой неделе, вот всего один день отдыха и снова в бой. И традиционно составы играющих сегодня команд, начнем с гостей. Наши гости, они в белой форме сегодня. Команда «Зенит-2» Санкт-Петербург. Итак, номер 5 Евгений Лебедев, 6-й Илья Гольцов, 16-й галкипер Дмитрий Маликов. Кстати, к слову, Илья Гольцов, это капитан команды. Итак, 16-й галкипер Дмитрий Маликов, 21-й Артем Костюченко, 27-й Кирилл Шмонов, 28-й Виталий Петров, 30-й Дмитрий Пирожков, 32-й Всеволод Мачула, 33-й Никита Вересков, 35-й Владислав Добрынин, 39-й Алексей Соколов, 44-й Вячеслав Елизаров, 72-й Всеволод Павлюченков, 93-й галкипер Максим Елисеев и 96-й Кохреман Гончаров. Главный тренер команды Ильяс Тофик-Аглы Гасанов. ЦРГ «Динамо Биотех», футболки форма зеленая. Итак, номер 2 Данила Катриан, 3-й Константин Кудинов, 10-й Егор Кривов, 15-й Леонид Мохов, 17-й Дмитрий Шубин, 18-й Максим Гуменюк, 19-й Владислав Глушенко, 20-й Никита Кумсков, 21-й галкипер Глеб Великанов занял место в воротах, но это уже традиционно, он основной галкипер на данный момент этой команды. 29-й Артем Ушаков, 33-й галкипер Игорь Дубин, 34-й Александр Галкинс, 69-й Никита Светлов, 77-й Мирослав Земляной, 80-й Ярослав Иванов и 88-й Сергей Винничу, главный тренер Богдан Кольцов и тренер Алексей Охремочкин. Итак, матч начался. Понятное дело, будний день, раннее время, и поэтому это сказывается на количестве зрителей на трибунах. Но здесь ребята из нашей основной команды пришли поддержать своих, скажем так, младших братьев. И счет уже тем временем, буквально еще минуты не сыграно, а счет уже один, как результативный насыщенно начался этот поединок. «Зенит-2», громкое вообще название. «Зенит» — это уже такой многолетний бренд Санкт-Петербурга, и тут можно необязательно приставку «2» делать, у них везде «Зенит» — это, ну я не знаю, в Питере, видимо, это, да не видимо, наверное, это религия. Там что-то было, но атакуют питерцы. И в субботу у нас в 13.30 четвертьфинал Кубка России, основная команда «Каустика» будет встречаться уже с основной командой «Зенит». «Зенит» — четвертьфинал, бой ожидается жесткий, серьезный. Но это будет все в субботу, сейчас играем «Зенит-2» ЦРГ «Динамо Биотех», и наша команда пропустила второй мяч. И чем уже ответят так более старшие партнеры, как говорится, нашего дубля, идут вперед, это вот Шубин, Глушенко, Винничук, Земляной. И Кудинов и Катрян на площадке, Сергей Винничук хорошо бросал, там защитник помешал ему, это был 33-й номер Никиты Вересков. Мяч остается у нашей команды, Мирослав Земляной ведет его в игру. Не, ну это какая-то странность была сейчас со стороны... Артем Костюченко что-то непонятное сделал, зачем? И зачем, непонятно, вот именно, получил, на голом месте получил горчичник. У нас Константин Кудинов забрасывает второй мяч. А на табло счет 2-1. Уже 2-2. 33-й номер Никита Вересков. Ну тоже один из, можно сказать, самых старших в команде гостей. У них, в принципе, есть ребята 2002 года рождения. У нас самые старшие, вот, несколько человек 2003-го. Ну, в принципе, команды примерно, примерно равные по возрасту. Зенитовцы, прошу прощения, тоже не в группе лидеров. Поэтому надо сегодня пободаться. И завтра, разумеется, пободаться. Едва ли не потеряли мяч. Шубин. Винничук. Угадал вратарь. Полет броска, но пробил его Сергей Винничук. Максим Елисеев в воротах наших гостей. И не попали. Не попали питерцы. У нас уже есть возможность выйти вперед плюс 2. Ну, опять же, возможность она есть всегда. Ее главное использовать, главное реализовывать. Те, кто смотрел предыдущие матчи нашей дублирующей команды с Пермским Медведем и Академией. Вот, Дима Шубин не использовал выгоднейший момент, выгоднейшую возможность. Ну, опять же, Дима не использовал, а помешал этому голкипер Максим Елисеев. И если Дима получил, скажем так, небольшой упрек, то Максим Елисеев, естественно, порцию аплодисментов. 3-2, счет пока не меняется. И с мячом наша команда, хозяева площадки. Есть у нас и уже представители в этой команде, представители гонбольных династий. Вообще в «Каустике» это, скажем так, традиционное явление. Нам достаточно вспомнить отца и сына Косоговых. Леша по-прежнему в строю и пожелаем ему, чтобы еще лет 5 как минимум был в строю. Он нужен команде. Данила Катриан тем временем забивает. Отец и сын Мартыненко. Влад Мартыненко уехал, вы знаете, в «Чеховские медведи». Да, но сейчас Александр Галкин. Это в заявке. Пока на площадке его нет. Это младший брат Данила Галкина. Ну и, конечно, не могу не отметить, опять же, у нас в составе сегодня Леонид Мохов. Это сын известной гонболистки в недалеком прошлом Инны Моховой. Ну, болельщики со стажем, я думаю, помнят ее под фамилией Волкова. Которая играла еще в нашей женской команде, когда она называлась «Ротор», когда Владимир Дмитриевич Горюнов брал под опеку эту команду. Ну, династия – это хорошо, это здорово. Я не знаю, в каком-то городе есть еще столько вот представителей, да, семейных. От отца к сыну, от брата к брату. Когда я вообще говорю о династиях, мне вспоминается династия, знаменитая династия Мальдини, итальянских футболистов. А, 5-2 проигрывают питерцы, и это помудило Ильяса Тофика Аглы-Гасанова взять тайм-аут. А тайм-аут у нас – это музыкальная пауза, разумеется. А тайм-аут у нас – это музыкальная пауза, разумеется. Завершили тайм-аут, продолжаем играть. 5-2, но, видимо, обескуражили гостей хозяева площадки. Хотя, это, конечно, только начало, ранее, ранее начало матча. В гонболе все меняется, и можно вести и в плюс 10, и в плюс 8, и проиграть. И это было на нашей памяти. Посмотрим, насколько подействовали наставления на воспитанников. В атаке наши гости. Костюченко. Разгадал его замысел Глеб Великанов. Глеб Великанов в прошедших поединках с пермскими медведями, за которых мы уступили, был лучше однозначно. Творил ворота чудеса. Как Дима Шубин хорошо на противоходе поймал голкипера. Люблю я говорить эту фразу, потому что, когда вратарь пятится в один угол, а мяч летит в другой, это... Ну, это классно, что еще можно добавить. 6-2. И снова не везет нашим гостям. Это Никита Вересков. Не попал в ворота. И уже чем сейчас мы ответим? Ну, пока, конечно, в принципе, хотя бы сыграно очень-очень мало времени, но ошибок сделано пока по минимуму. По самому минимуму Сергей Винничук. А вот прием он сейчас применил. Знаменитого Сергея Погорелова. Данила Иванов такой тоже нас демонстрирует периодически в матчах основной команды. И еще бы забил, но не позволил ему забить Максим Елисеев. И, пожалуйста, гости ответили заброшенным мячом. По-моему, это был Евгений Лебедев. А, нет, прошу прощения. Это 21 номер Артем Костюченко. 6-3. И наша команда идет вперед. Винничук, Шубин, Глушенко, Земляной. Кудинов, Катриан. Ну, такое уже ударное звено, можно сказать, сложилось по первым минутам, которое, в принципе, свой отрезок выиграло. Винничук. Поторопился с броском, помешали защитники. Но Константин Кудинов там на подборе первый. И мяч в сетке. Гости в атаке. Гончаров. Вересков. Костюченко. Ну, как всегда, я, друзья, без монитора работаю. Мне в первый тайм приходится запоминать фамилии игроков, гостей. Кого-то могу издалека не разглядеть, там перепутать номер. Сергей Винничук получил желтую карточку. И пенальти в наши ворота. Шестой номер. Илья Гольцов пойдет. На дуэль с Глебом Великановым. Забил. Чиркнул, можно сказать, Глеб по мячу. Ну, удар был достаточно, бросок достаточно сильный. Мяч в сетке. 7-4. 10 минут сыграно в первом тайме. Вот наши болельщики оживились. Я думаю, мы сейчас еще не раз услышим такой крик, слово «Отстоять». Тем временем Константин Кудинов забивает восьмой мяч в ворота гостей. Отстоять. Это у нас есть такая одна очень активная болельщица. Когда мы стоим в защите, она так поддерживает наших ребят. 30-й номер. Дмитрий Пирожков. 8-5. Надо с центра начать. Ну, торопится, это понятно. Хочется бежать вперед, хочется забивать. Это тоже похвально. Глушенко, Шубин. Винничук. Место в турнирной таблице у нас, конечно же, незавидное. Но я думаю, на это особо внимания обращать не надо. Опять же, не хватает сыгранности нашим ребятам, потому что у нас половина команды тренируется с основным составом. Точнее, весь 2003 год. Дублеры 2006-й меньше. Поэтому, когда вот они соединяются на играх, где-то бывает недопонимание, конечно же. Хорош, хорош проход. Здорово, исполнение. Все идеально. Артем Костюченко. Шестой мяч забросил. 8-6. Земляной. Ох, как попал. Мирик, я тебя поздравляю. Наконец-то ты проснулся. Великолепно. Великолепно. Гол красивый. Прям в притирочку с очень острого угла. 9-6. Отстоять. Вот вы слышали. Да, в защите надо отстоять. Атакуют гости. Гончаров, Вересков, Костюченко. Отстояли. Надо на подборе. Внимательнее, ребятки. Внимательнее. Но мяч у нас остался. Хотя первый его Евгений Лебедев подобрал. Тут же мы идем вперед. Сергей Винничук на Глушенко. Нет, быстро у броска не получилось. Шубин Винничук. Но бросить не дают. Придется разыграть доверного. Вот так любят футбольные комментаторы говорить. В принципе, применимо также и в нашем любимом виде спорта гандболи. Глушенко, Влад. Уронили его на паркет. Ну, даже успел бросок нанести. И там пенальти. Гости свой пенальти до этого били, реализовали. И теперь Влад Глушенко против Максима Елисеева. Максим Елисеев вышел победителем в этой схватке. Но Влад тут же исправился. Подобрал и забросил. Но вообще пенальти надо реализовывать. То, что подобрал мяч, подобрал, забил. Здорово. Но пенальти уже войдет в статистику как нереализованный. Давай, давай, паркет. Попьем. Как танк напирал 28-й номер Виталий Петров. И почти сломал сопротивление. Но там был свисток. Дмитрий Шубин, Влад Глушенко. Как оригинально Влад делал передачу. Но Мирослав Земляной, видимо, ее просто не ожидал. Он ожидал от партнера броска поворотом. Не ждал. Надо, надо, надо ждать. Надо быть сконцентрированным. Гонбольные хитрости, а на то они и хитрости. Неожиданная передача, неожиданный бросок. Ошибка в обороне, одна передача и гол. Здесь много интересного. Можно увидеть. Видите, я опять же, те, кто не смотрел раньше гонбол. Смотрите, это очень классный вид спорта. Мирослав Земляной спокойно переигрывает голкипера. Максима Елисеева забрасывает 11-й мяч. 11-6. Ну, конечно же, при таком счете веселее нашим болельщикам. Основная масса их, скажем так, да, сидит на этой стороне, где камера. Поэтому кажется, что их совсем нет, если взять ту трибуну. Там ребята с основной нашей команды болеют. Снова есть атака. Влад Глушенко выбегает один на один. И спокойно реализует выход. И тайм-аут. Второй тайм-аут берет Ильяс Гасанов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры делал DimaTorzok Ну что, продолжаем. 12-6, тайм-аут закончен. Два тайм-аута уже использовал главный тренер наших гостей Ильяс Гасанов. Понятное дело, 12-6, возможно, и для него было неожиданно, что его команда так... Может, конечно, где-то и недооценка соперника произошла. Но в молодом возрасте это, если уж откровенно, часто происходит. Происходит и в старшем возрасте, что говорить о совсем молодых. Ребятах, которые только-только начинают свои шаги в большом спорте. Пятый номер. Евгений Лебедев реализовал усилия партнеров. 12-7. Катриан Земляной. Прямо в упор во вратаря Мирослав бросил. Атака не реализована. Вперед уже бегут гости. Тамара свисток арбитра. Мяч останется у питерской команды. Гамбург и Рапид. Всех он победит. Ну, сегодня я это адресую нашей команде. Это пару слов из футбольного гимна «Зенита». Ну что ж, оживились. Оживились гости после второго тайм-аута. Никита Вересков. 12-8 до минус 4 сокращает разрыв. Мы тут же идем вперед. И делаем грубейшую ошибку. Влад Глушенко сделал точно передачу на своего коллегу из команды соперника Владислава Добрынина. Но ошибку Влада Глушенко исправил галкипер Глеб Великанов. Хотя таких ошибок, конечно, допускать не надо. Ну, опять же, спишем на молодой возраст. Никита Светлов появился на площадке. Тоже один из самых одаренных и снайперов, можно сказать, наших дублеров. А у нас Богдан Кольцов взял тайм-аут. ADA Кольцов. Так, закончили тайм-аут, сыграны 17 минут, с мячом наша команда, Глушенко, Светлов, Кудинов, Катриан, Шубин, Винейчук на площадке. И все. Ну, надо внимательно, пока смотрим на арбитр, разводим руками, апеллируем. Тут же контратака, ну, что-то там тоже был свисток. 12-8 счет остался прежний, но не надо апеллировать к арбитру. Играть надо до свистка, а не спрашивать, почему вы свистнули. Шубин, Кудинов, Светлов, Винейчук, Светлов, снова Винейчук. Идет борьба какой, хорош, хорош, Сергей Винейчук. 13-8. Шикарно обманул, изящно обманул защитника, а потом уже и вратаря. Гости в атаке, у гостей потеря, есть возможность убежать, Глушенко на Светлова. Быстрой контратаке уже не получится, питерцы вернулись. К воротам успели, ну, поэтому опять будем разыгрывать доверного. Светлов, Шубин, Винейчук. Кудинов, Светлов, Винейчук. И домой. Соколов-Пересков. И не получилась так же атака у питерцев. Какая ошибка, опять грубо ошибаемся, но отвоевал, отвоевал Сергей Винейчук мяч. Хотя могла быть потеря, ну, просто на голом месте. Причем возле своих ворот. Внимательнее. В принципе, да. Это к обоим командам, к обоим, ко всем игрокам относится, надо быть предельно внимательнее. Особенно в таких моментах, когда за спиной только свои ворота. Ох, какой гол, а! Дима Шубин. 14-8. Гости в атаке. Вересков. 28-й. Это Виталий Петров. Пирожков, Петров, Вересков, Соколов. Снова Вересков. Пирожков, Петров, Соколов. Слесколько арбитров. Затянулась атака зенитовцев. Арбитр поднял руку, надо бросать. А там Глеб Великанов. А там Глеб Великанов. Александр Галкин появился на площадке вместо Дмитрия Шубина. Вот он с мячом. Недавний сборник. Юношеская, юношеская сборная России, естественно. Ну, пожелаем, конечно же, ему дорасти до уровня национальной команды. Светлов. Никита Светлов, кстати, также сборник. Недавний вызывался вместе с Галкиным и Дамира Мухаммедовым. И поднял руку арбитр. Теперь уже с нашей стороны. Тем, кто не помнит, если арбитр поднял руку, то шесть передач дается после этого. И бросок. Бросок мы нанесли. Это был Никита Светлов, но там Максим Елисеев. Ну, так поигрался с мячиком, едва не потерял. Такое, можно сказать, молодое пижонство. Надо его тоже исключать. Соколов Петров потерял гостей. Данил Екатериан там прижал мяч к себе. Не отдам. Умру, но не отдам. Ну, я имею в виду в спортивном смысле, естественно. И это здорово. 22-я минута первого тайма. 14.8. Наша команда в атаке. Винничук, Светлов. Там свисток арбитра нарушения. Кудинов, Константин вводит мяч в игру. Светлов, что будет делать Никита? Отдает Винничуку. Тот на Шубина. И Дима бьет. Бросает в угол. Точно, шикарно. 15.8. И Дима Шубин наконец-то проснулся. Вообще парень очень одаренный. Я еще полтора года назад в позапрошлом сезоне об этом говорил. Ну, там то травма, то вот. Может быть настроение не то. Бывает засыпает. На время. И Глеб Пеликанов. Как и в предыдущих играх с Пермскими Медведями Академии, так и сегодня Глеб Пеликанов. Скала. Скала в наших воротах. Дай бог не сглазить. Так что основные галкиперы держитесь. Конкурент у вас действительно на подходе серьезный. Артем Ушаков. Тоже впервые появился на площадке. Но вот ошибся в передаче. В принципе-то задумывал правильно, но разгадали его замысел. Защитники. Соколов. Питер в атаке. Вересков. И там Данила Катрян. Так вот вдарил по мячу, как клюшкой по шайбе. Но гости продолжают атаку. Соколов. Вересков. Петров. Снова Вересков. Опять же вот такая перепасовочка, трехходовочка. Пирожков. Петров. А бросать-то будем? Константин Кудинов. Поймал на бедро. Никиту Верескову не пропустил штрафную. Какая борьба, а? Какая борьба. Как говорится, никто не хотел уступать. Надо бросать гостям. Есть у них возможность. И они ее использовали. Нет, что там показывают? Ах, у нас будет сейчас удаление. Дима Шубин отправится на две минуты. Ну что ж, в атаке внимательнее. Ворота пустые. Глеб Пеликанов ее покинул. Свою рамку большую. На площадке у нас Катриан Ушаков-Галкин, Кудинов-Светлов-Глушенко. И внимательнее, ребятки. Ворота пустые сзади. Цена одной неточной передачи и может забить вратарь. У Никиты Михайлова получалось так. Причем не раз. Атака нереализована. Глеб вернулся в ворота и уже зенитовцы идут вперед. Соколов. Петров, Соколов. А, Вячеслав Елизаров, 44-й номер. Но мне казалось, издалека, что 14-й. Глеб Великанов. И ошибается снова Артем Ушаков. И, пожалуйста, но перемудрил. Откровенно Дмитрий Пирожков сейчас перемудрил. Мог бы пробежать и спокойно закатить мяч в ворота. Нет, решил сделать это более эффектно, наверное. Ну, вот эффектно перебросил ворота. И счет 15-9. 25 минут уже сыграно в первом тайме. 33 секунды мы еще будем играть в меньшинстве. Галкин Ушаков. Артему надо собраться, повнимательнее быть в передаче. Светлов. Ушаков. Катриан не терять. Нет. Не получится. Атаки 7 секунд. 6-5 мы еще в меньшинстве. Ох, Влад Глушенко, что как сдержал Вячеслава Елизарова. Ну, не знаю. Главное, чтобы удаления сейчас не было. Только-только мы... Вот Дима Шубин появился на площадке. Мы в полном составе. Нет, все нормально. Продолжаем игру в полных составах. Сергей Винничук выбежал. Поменял у Александра Галкина. Гости. Петров, Вересков, Соколов. На дальнем краю 35-й номер Владислав Добрынин. Ну, вообще, такой музыкальный состав у наших гостей. Дмитрий Маликов, вот Владислав Добрынин. Известные, скажем так, в музыке фамилии. Ну, пожелаем, чтобы они стали очень известными в гандболе. Когда перерастут уже молодежную команду. Поднял орбитр руку. Надо бросать зенитовцам. И все. Переход хода. Опять же, цитирую известного ведущего. Бессмертной передачи. Как сейчас помню, она в год-года с 91-го. Она идет в телеэфире. Называть, естественно, не будет. Рекламировать. Но я думаю, все поняли, о чем речь. И наша команда в атаке. Дмитрий Шубин. Там нарушение правил. Оно незначительное, но оно есть. Волокласс Владислав Добрынин. Не совсем сыграл по правилам. Мяч у нашей команды. Винничук. Светлов. Две минуты. Сергей Винничук. Честно сказать, я посмотрел в протокол. И когда поднял голову, уже судья показывал две минуты. Я даже не понял, за что. Опять мы в меньшинстве. Ну, практически будем до конца тайма. Почти. Двадцать восемь минут. Сыграно. Пятнадцать девять. Впереди ЦРГ Динамо Биотех. Дублеры Каустика. И в атаке гости. Мачула. Тридцать второй номер. Всеволод Мачула. Появился на площадке. Вересков. Передача. Ох, какой. Какой Глеб Великанов. Галкипер. Луислав Добрынин его в упор расстреливал, но... Глеб лишний раз показал. Расстреливать его хоть в упор, хоть издалека. Я, Глеб Великанов, этим все сказано. Молодец, Глеб. Аплодисменты. Уже можно по первому тайму отметить. Все прекрасно сделал Дима Шубин. Но попал в штангу. Жаль. И сейчас, в принципе, Глеб угадывал направление. Но Вячеслав Елизаров уже, наверное, вложил все эмоции в этот бросок. 16-10 мяч в сетке. Ну что сказать. Ну очень интересная игра-то, в принципе-то. Те, кто не приходит на дублеров или не смотрит их лишний раз трансляции, смотрите. Тут такие, ну и раз схватки. Галкин. Бросил Саша. Подобрал. Все сделал правильно. Чуть-чуть прицел. Надо было поправить. Аплодисменты Максиму Елисееву. Галкиперу Зенита. Два. Два броска в упор подряд он отразил. Ну брось на удачу. На удачу брось. Костя, давай, давай, давай. Удача на стороне Максима Елисеева, дорогие друзья. Перерыв. 16-10. Вернемся на площадку через 15 минут. Сергей Динамо Биотех. Дублеры. Молодежка Каустика. Принимает на своем поле Зенит 2. После первого тайма 16-10. Счет в нашу пользу. Очень приятно. И впереди еще 30 минут. Как раз самые, 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 самые. 16-10. И команда Горького Горького. Составы играющих сегодня команд. Наши гости, они в белой форме. Итак, номер 5. Евгений Лебедев. Номер 6. Капитан команды Илья Гольцов. 16-й. Галкипер Дмитрий Маликов. 21-й. Артем Костюченко. 27-й. Кирилл Шмонов. 28-й. Виталий Петров. 30-й. Дмитрий Пирожков. 32-й. Всеволод Мачула. 33-й. Никита Вересков. 35-й. Владислав Добрынин. 39-й. Алексей Соколов. 44-й. Вячеслав Елизаров. 72-й. Всеволод Павлюченков. 93-й. Максим Елисеев. Галкипер. И 96-й. Кахриман Гончаров. Место в воротах. И в первом тайме отстоял. Вот и второй тайм также начал у гостей наших Максим Елисеев. 93-й номер. Хозяева площадки. ЦРГ Динамо Биотех. Зеленая форма. Итак, номер 2 Данила Катриан. Номер 3 Константин Кудинов. Номер 10 Егор Кривов. 15-й. Леонид Мохов. 17-й. Капитан команды Дмитрий Шубин. 18-й. Максим Гуменюк. 19-й. Владислав Глушенко. 20-й. Никита Кумсков. 21-й. Галкипер Глеб Великанов. 29-й. Артем Ушаков. 33-й. Галкипер Игорь Дубин. 34-й. Александр Галкин. 69-й. Никита Светлов. 77-й. Мирослав Земляной. 80-й. Ярослав Иванов. И 88-й. Сергей Винейчук. Главный тренер Богдан Кольцов и тренер Алексей Охремочкин. Главный тренер наших гостей Ильяс Тофик Аглы-Гасанов. 16-10. Уже было пару стремительных атак. Уже сыграть успели хорошо вратари. И в атаке наша команда. Мирослав Земляной вводит мяч в иглу. Глушенко Шубин. Очень интересно прошел первый тайм. Насыщенно еще до... И голы, и атаки. Все было, как говорится, как на подбор, как загляденье. Но надеемся, что во втором тайме мы увидим не хуже, как минимум. И в этот раз Сергей Винейчук. Первую атаку мы в своем втором тайме не реализовали. 17-10. Плюс 7. И довольно уже внушительная разница. Это, конечно, тревожный звонок для гостей. Все аплодисменты Глебу Великанову. Мирослав Земляной первый на подборе. И в атаку идут наши ребята. Глущенко Земляной. Винейчук. Правильно, Богдан Саныч Кольцов призывает Диму, не спеши. Ну, бывает, конечно, наши и торопятся. Молодые, азартные бегут вперед, хотят забить в бой, как говорится. Глущенко Винейчук. Глущенко Винейчук. Затягивается атака. Ах, передача неточная на Данилу Катриана. Ну, если бы на том краю был Никита Светлов, может быть, он мяч и поймал. Данилу просто не хватило роста. И ошибка в атаке привела к молниеносной уже атаке соперника. Мяч в сетке 17-11. Надо исправляться. Надо исправляться сейчас. Следующий уже мяч у нас. Шубин Винейчук. Снова Шубин. Глущенко. Вот с наколенником играет на левой ноге. Влад еще недавно восстанавливался после травмы. Дмитрий Шубин. 18-11. Как я в первом тайме говорил уже у нас, говорю, ребята молодые. Они имеют свойство выстреливать, засыпать, потом снова выстреливать. И сегодня, дай бог не сглазить, не спит никто. Гости в атаке. Петров, Мачула тут едва не потеряли. Ну, такие же ошибочки, конечно, допускают. Но спишем это все на молодой возраст. Гончаров. Передача на 35-го номера Владислава Добрынина. Тот в ворота. Быстро наши разыграли, идут вперед. 18-12. Почти 5 минут сыграно. Во втором тайме. Шубин, Глущенко. Кудинов. Едва ли не ошиблись. И, ну, можно сказать, ошиблись, потеря. Вторая подряд провальная атака. И чем ответят наши соперники «Зенит-2»? Мачула, Гончаров, Петров. Лебедев, Петров, Гончаров, Мачула. И тоже атака до верного не доведена у наших гостей. Дублеры «Каустика» идут вперед. Винничук на Данилу Катриана. Данил. Данил во вратаря. Третья атака. Третья атака в минусе. Ну, там свисток арбитра не в нашу пользу. Хотя Глеб Великанов в своем стиле не допустил, чтобы мяч залетел в его ворота. А, нет, там что, пенальти? Да, пенальти. Шестой номер. Капитан наших соперников Илья Гольцов побежал на точку. И посмотрим. До этого по одному, по-моему, пенальти били. Каждая команда забили. Обманул и Глеба, но и обманул и ворота. Восемнадцать-двенадцать. Седьмая минута. Три атаки. Мы уже три атаки провели в холостую. Надо сейчас забить. И все будет дальше, я думаю, надеюсь, нормально. Завтра в двенадцать-ноль-ноль повторный поединок. Также в двенадцать, как и сегодня. Вот кто не пришел, а смотрит трансляцию, я думаю, побудит тех людей. Прийти Константин Кудинов. Девятнадцать-двенадцать. Очень интересный матч, интересное сражение. Учитывая, что команда у нас, я говорил, не раз очень сильно омоложена в этом сезоне. Поэтому результаты не всегда положительные. Но это не упрек ни в коем случае нашим ребятам. Оно только-только набирается опыта больше половины состава. Девяносто шестой номер. Это Кохреман Гончаров. Вел борьбу с нашими, скажем так, оборонительными редутами. Эту борьбу не выиграл. Бросок. Ох, как точно в угол. Ну что ж. Здорово. Это все волк Мачула. Забросил тринадцатый мяч в наши ворота. Тут же уже ЦРГ Динамо Биотех идет вперед. Вот там оттесняют Влада Глушенко и руками, и всем телом, можно сказать. Шубин Виньячук. Глушенко снова Шубин. Ну, хорош сегодня Дима Шубин. Просто хорош. Нет, нет, не дают Косте Кудинову бросить. Там Евгений Лебедев его подружески обнял и сказал, не пущу. Ну, атака у нашей команды. Мирослав Земляной с угла. И мяч детки 20-13. Как приятно смотреть на такую игру, пацаны, а? Здорово. Просто наслаждаться можно бесконечно. Таким гандболом. Вот кто уделяет мало внимания молодежке, я и призываю, уделяйте побольше. Здесь борьба иной раз такая, что позавидуют клубы в европейских кубках, которые выступают. Не удалась, не увенчалась успехом атака у наших гостей. Тут же мы идем вперед, Дмитрий Шубин. А вот сейчас то, что и говорил Богдан Саныч Кольцов. Дима не торопись, поторопился с броском. Там, в принципе, Максим Елисеев спокойно парировал. Полный мяч у нас. Глушенко Шубин. Дима просто исполнил. Здорово, классно. 21-13. А там кто-то у нас лежит на паркете. Не вижу, какой номер. Даже, по-моему, помощь доктора требуется. Но будем надеяться, что ничего страшного. Травмы это, ну, в любом виде спорта, скажем, сопровождающая такая нехорошая штука. Если взять нашу основную команду, да, у нас, я говорил, вчера на трансляции Владислав Татауров по-прежнему в лазарете. И до конца сезона мы вряд ли его увидим. Никита Самарский не играл в предыдущих играх. Только вот сегодня, вчера, точнее, приступил полноценно к тренировкам. Антон Сабина долго восстанавливался. Влад, Вадик Савицкий. Это наши основники. Ну, вот здесь, я говорил, с наколенником Владислав Глушенко бегает. Тоже после травмы. Отсутствует Дима Данилов. Отсутствует Кирилл Терехов. Все, опять же, по причине травм. Ну, довольно тяжело покидает площадку Евгений Лебедев. Даже не может наступать на ногу. Да и по выражению лица у него видно, что... Но, опять же, будем надеяться, что не столь все серьезно. И он сможет и завтра продолжить игру во втором матче. Тем более, травма на выезде, когда практически, не практически, а некем заменить. Команда лишается игрока. Гости идут в атаку. Петров. Петров пытался сыграть на Дмитрия Пирожкова. В принципе, мяч до него дошел. Но там уже после свистка арбитра снова Петров. Гончаров. Ну, вот здесь прям не везет. Хорошую атаку гости разыграли. Но Вячеслав Елизаров был деморализован взглядом Глеба Великанова во время броска. И в ворота не попал. 21-13. 10 минут сыграно. Уже 10 с половиной минут. 11 минута второго тайма. Нарушение правил. А так уже наших соперников идут вперед. 30-й номер. Это Дмитрий Пирожков. И ошибка в передаче у Всеволода Мачула. Но мы не смогли перехватить мяч. Гости продолжают атаку. Гончаров. Мачула. Снова Гончаров. 28-й Виталий Петров. Вот он с мячом вернул мяч партнеру. Пирожков. Петров. Каха. Каха. Это Кахриман Гончаров. 96-й номер. Чему-то призвал его Ильяс Гасанов. Виталий Петров. Попытал счастье дальним броском. Но погладил мяч в штангу. И улетел в аут. И вперед уже идет наша команда. Винничук. На Кудинова. А тот едва не потерял. Там Данила Катарян стелется. Ну. На площадке делает все. Чтобы мяч остался у нас. Но увы. И как ошибаются гости в нападении. Данила Катарян. Выход один на один. Аплодисменты Максиму Елисееву. Никита Вересков сокращает разрыв. 21-14. И тут же наша атака. Дмитрий Шубин. И снова там кто-то падает на паркет. Это 44-й номер. Ну быстро поднялся. Вячеслав Елизаров. А Евгений Лебедев по-прежнему сидит на лавочке. Ну вроде медицинская помощь уже не требуется. Вот слышали наши болельщики. Костюченко появился на площадке. Артем в первом тайме он играл. Сначала довольно много. И теперь уже потеря мяча у наших соперников. Они встали. Чем воспользовался Костя Кудинов. Но не воспользовался атакой. Артем Костюченко тем временем получил 2 минуты штрафа. Ворота у гостей пустые. И ошибаются-то они в атаке сегодня гораздо чаще. Много потерь у зенитовцев. Я бы даже сказал перебор. И нереализованных атак. И Глеб Великанов. Вот пожалуйста. Цена ошибки в нападении. Только я сказал, что они ошибаются. Действительно внимательности не хватает молодым питерцам. Пустые ворота. И Глеб Великанов. Красавец. Ну что можно еще сказать про него в данный момент. Сникли, сникли конечно. Питерцы уже заметно. Но мириться-то с поражением не надо. Даже при минус 9. Это же гандбол. Это не футбол. Это футбольный зенит. Выходит и выигрывает у всех в полноги. А здесь гандбол. 30-й номер. Дмитрий Пирожков забросил нам мяч. Но у нас удаление. Константин Кудинов отправится отдохнуть на 2 минуты. Как говорят, кстати, футбольные эксперты про чемпионат России по футболу. У нас есть «Зенит» и есть все остальные клубы. А в гандболе у нас есть «Чеховские медведи» и есть все остальные клубы. Но это касательно Суперлиги. Вот в молодежке гораздо интереснее идут сражения. Если в прошлом сезоне «Пермские медведи Академия» спокойно выиграли чемпионство, то в этом сезоне вряд ли они повторят свой успех. Шансы, конечно, у них есть, но тяжело будет достать. Я сейчас таблицу не буду смотреть. Но, по-моему, они на четвертом месте. Ну, в принципе, речь не о них. Мирослав Земляной бросал по воротам. Он не попал. 23-15. Обе команды играют в меньшинстве. Но если сейчас у «Зенитовцев» появится на площадке Артем Костюченко, то нам еще минуту. Глеб Великанов не сумел сейчас помочь. Не увидел я, не расслышал, кто забросил мяч. 23-16. Активизировались последние вот пару минут. Зенитовцы, видимо, перестали, просто перестали смотреть на табло. Волгоград, Волгоград. Скандируют болельщики. Глушенко, Винничук, Шубин, Дима потерял мяч. И ворота не пустые. Глеб успел вернуться. Атака питерской команды. 32-й номер в Севолок Мачула. Никита Вересков. Виталий Петров. Сделал свое дело. Виталий Петров. 23-17. И уже минус 6 для гостей. Плюс 6 для нас. И еще 16 секунд. 15 мы будем играть в меньшинстве. Тайм-аут берет Богдан Кольцов. Тайм-аут берет Богдан. Тайм-аут берет Богдан. Тайм-аут берет Богдан. Закончили тайм-аут. 9 секунд еще Костик Кудинов будет отбывать. Двухминутное наказание. У нас впервые, по-моему, да не по-моему, впервые в игре появился на площадке Ярослав Иванов. 80-й номер. Молодой парень. Тоже 2006 года рождения. Также Максим Гуменюк, я вижу, на левом краю. Тайм-аут берет Богдан. Тоже из состава. Вот 2006 года. Мы играем в полном составе. Атака нашей команды продолжается. Продолжается. Ну что ты делаешь, Дима Шубин? Читаемо даже мне было этот бросок. Издалека. Я уже не говорю про галкипера. И все-таки услышал и меня, и тренера Дмитрия Шубин. 24-17. 17-я минута матча закончилась. Сыграно 17 минут в этой игре. Виталий Петров вколотил мяч Глебу Великанову. 24-18. И мы идем вперед. Гуменюк, Винничук, Кудинов, Земляной, Глушенко, Шубин. Работы ребята. Сергей Винничук. Хладнокровный и точно. 25-18. А там Глеб Великанов. Вот просто обожаю произносить эту фамилию и имя. Глеб Великанов. Дай бог, Глеб, удачи. Только не сдавай, скажем так, темпа в работе и на тренировках, и на играх. И вырастешь. Виктора Киреева нового. Нет, ну быстро так не получится. Гуменюк. Шубин. Глушенко. Винничук. Как говорят, попасовались, поиграли. Свисток арбитра. Атака наша не увенчалась успехом. 25-18. Плюс 7. Мы выигрываем. Вперед идет Зенит. 2. Костюченко. Мочула. Бросил точно, но свисток был чуть-чуть раньше. Петров. Мочула. Снова Петров. И... Всеволод Павлюченко. Забивает. 19-й мяч. 25-19. Ну, надо просто забить в своей атаке. Шубин. Зачем? Ну, даже тренер крикнул, зачем? Поторопился, Дима. В очередной раз поторопился. Он сегодня много сделал, конечно, для своей команды. Ну, и несколько раз поторопился. В частности, с броском. Можно было еще подумать, отдать партнеру. Но можно было до КБ. Это все, уже прошедший момент. Продолжаем. Глеб Великанов. Шубин. Винничук. Серега делает свое дело. 26-19. 20 минут сыграно во втором тайме. До финальной сирены. Уже чуть менее 10 минут. Отстоим, само собой. Я поддерживаю болельщиков и болельщицу, в частности. Гости идут вперед. У нас организовывают атаку. Виталий Петров сыграл с Елизаровым. Получил мяч и забросил. Забросил Глебу Великанову. 26-20. Виталий Петров. Ну, в принципе, один из самых активных и результативных в составе наших гостей сегодня. Хотя, несмотря на счеты, я думаю, надо отметить, конечно же, и галкипера Максима Елисеева. Артем Ушаков появился на площадке. Здесь и с ним Александр Галкин. Вот он, Ушаков с мячом. Глушенко. И опять свисток арбитра. Атака у нас захлебнулась. Гости идут вперед. Петров. Вересков. Мочула Вересков. Петров. Нет, до Петрова мяч не дойдет. И потеряли потери у гостей. Заигрался там Дмитрий Пирожков. Скажем так, более опытный на один год. Константин Кудинов у него отобрал. Никита Светлов появился на площадке. Александр Галкин прорывается. Его роняют. Мяч у нас Светлов. Галкин. Ушаков. Ах да красавец! Артем Ушаков. 27-20. 27-20. Ну, шикарная игра. Что говорить. Костюченко. Передача на Всеволода Мочула. А тот ворота. 27-21. И у нас сейчас сразу четверо таких молодых игроков. Я имею ввиду молодых, которые первый сезон играют. Ушаков, Светлов, Галкин. И Гуменюк. Никита Светлов. Ушаков. Снова Светлов. Попытал счастье Никита. Но первый на подборе. Ну, поаккуратней же. Поаккуратней. Можно было довести и до заброшенного мяча эту атаку. Но надо было внимательно давать передачу. Никита сделал как-то совсем наотмашь ее. Гости идут вперед. Растет напряжение. 24-я минута. 27-21. Плюс 6 даже за... 6 минут до конца. Это не счет. Виталий Петров сокращает уже до плюс 5. 27-20. И Влад Глушенко меняет Никиту Светлова. А Данила Катриан. Максима Гуменюка. Александр Галкин. Передача на Ушакова. Тот до Катриана. Тот вернули мяч назад. Глушенко Галкин. Кудинов. Ушаков. Кудинов. Костя Забей. Ну, его там с нарушением правил останавливали. И что, пенальти? Давай, Санек. Это было в адрес Александра Галкина. Вот младшего брата Данила Галкина. Пенальти. Максим Елисеев против Александра Галкина. Лед, есть у вас? Лед, дайте, пожалуйста. Сейчас надо. Обманул. Обманул галкипера Александр Галкин. 28-22 по прежнему разницу восстановили. Плюс 6. И 25-я минута второго тайма. И так самая убойная пятиминутка начинается. Самая напряженная и самая ответственная. Не потеряли еще шансы. Пять минут в гонболе. Да это очень много. Артем Костюченко. Вколотил мяч в наши ворота. 28-23. И вперед идет наша команда. Кудинов Глушенко. Земляной. Галкин Винничук. Галкин Глушенко. Винничук. Активно обороняются гости. Галкин. Глушенко. Винничук. Данила Катриан. Забей. Данила забил. 29-23. Питерцы. Питерцы в атаке. Хотя меня так и порывает назвать ленинградцы. Ну, роднее мне это слово. 72-й номер. Всеволод Павлюченков. 29-24. И 4 минуты до финальной сирены. Вот лед потребовался сейчас Евгению Лебедеву. Так он и сидит на лавочке. Мы тем временем в атаке. Галкин. Галкин. Александр Галкин. Весь собственного брата. 30-24. Питерцы в атаке. Петров Павлюченков. Петров. Едва Мачула не потерял мяч, но достал. И все-таки потеря у гостей. Артем Костиченко отдает мяч Константину Кудинову. Уже нашему игроку Диму Шубина меняет Александр Галкин. Глушенко, Кудинов, Галкин, Винничук. Катриан и Земляной на площадке. Ну и, конечно же, в воротах Глыба, Скала, Глеб Великанов. Владислав Глушенко. И тут же ответил Артем Костиченко. Или что там свистела орбита? 31-24 в общем счет. Глушенко, Галкин. Снова Глушенко. И снова Влад. Ну никто не мешает. Что, питерцы бросили играть, что ли? Две атаки подряд. Тут они одинаково. Влад просто спокойно прошел защиту. Как с добрым утром. И забросил два мяча. Но ответили гости. Это Дмитрий Пирожков. 32-25. И до финальной сирены две минуты. Но за две минуты, конечно же, при всем уважении сопернику, семь мячей не отыграть. Желтую карточку получает Ильяс Газанов. Гасанов, видимо, за излишнюю эмоциональность. Улыбаются уже наши игроки. Понятное дело, почувствовали они вкус победы в этой игре. Надо доиграть две минуты. И, конечно же, надо еще забить. Постараться. 15-й номер, я вижу, появился. Леонид Мохов, о котором я говорил в первом тайме. Это представитель династии гонбольной. Его мама, Инна Мохова, в девичестве Инна Волкова, блестяще защищала цвета волгоградского ротора, потом аквы. Ну, я уже не вспомню. Может, за Динамо успел тоже поиграть. Там пенальти. Александр Галкин. И в ворота побежал Дмитрий Маликов. А, нет, Леонид Мохов будет бросать. Тоже молодой парень 2006 года рождения. Но Леня не порадовал. Мама, она здесь на трибунах. Хотя, конечно, бросил-то хорошо, но попал в штангу. А что там у нас? У нас тайм-аут. Илья с Гасанов берет. Тайм-аут уже. Так, и он занимается. У нас тайм-аут уже. Вот он. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Мы вместе крикнули зенитовцы, ну можно еще крикнуть мы зениты, нам это нравится, очень классная питерская кричалка. И в принципе-то претензий-то к зенитовцам 2-то особых-то и нету. Кроме вот большого количества потерь и нереализации атак. Ну это и играет основную роль в гонболе. Игорь Дубин у нас в сетке, в рамке. И последняя минута сегодняшнего матча. Дорогие друзья, завтра в 12.00 состоится повторный поединок. Здесь же в «Фоке» молодежном. Приглашаем, приходите, посмотрите. Особенно вот жители Кировского района, которые живут рядом. Почему бы не прийти, не поддержать наших ребят. 28-й номер, это Виталий Петров. Забросил 26-й мяч. И, возможно, последняя атака. Галкин, Ушаков. Светлов. Мохов. Снова Светлов. И есть еще шанс у зенитовцев забить. Дмитрий Пирожков его использует. 32-27. Но это последний был бросок и последний заброшенный мяч. В этой игре, дорогие друзья, поздравляем наших ребят с победой. Молодцы, 32-17. Еще раз напомню, завтра в 12.00 здесь в «Фоке» молодежном повторная игра. ЦРГ «Динамо Биотех», «Зенит-2» Санкт-Петербург. А на сегодня все. С вами был Константин Родионов. И по традиции встретимся на гандболе. Ура! Комсетин. Ура! Спасибо.